Хочется наслаждаться осенью, пение птиц заглушают совсем другие звуки. Как хочется любоваться красотой осени, не думать и не слышать о войне, но, увы, с каждым днем все страшнее, все хуже. Донецк обстреливают упорно, что-то планировать нельзя, делаешь все как робот, лишь бы не было хуже, лишь бы были все здоровы, лечишь и поддержишь хроников больных. Все на автопилоте, кормежка, уборка, варка каши, таблетки, уколы. День прошел и слава богу, а ведь хочется слышать шелест, листвы, пение птиц, не перебиваемая звуками градов, ПВО и арты, как сейчас говорят. Но птицы поют, цветы цветут, собаки лают, коты орут вопреки всему, и хочется не содрогаться от очередного взрыва. Всем мира и добра, берегите себя и ваших близких, помогайте друг другу, даже хорошим словом, помогайте животным, они так нуждаются в нас, в людях, очень. Быстро холодает. Середина осени всегда непростой период для животных. Как бы мы ни хотели, наступление холодов, но уже ночные морозы и только еще солнышко днем дает возможность погреться собачкам. Вода замерзла в сельском мини-приюте Ирины Стрижак. Утром нужно налить горячее, сегодня особенно замерзло все. У нас это больше ощущается, чем в городе. Летом прохладнее из-за того, что недалека речка, а зимой холоднее. Но ничего, у всех есть будка, вольеры. Больные в доме, котики, кто ходит на улицу, потом бегут в дом в надежде, что мама натопит печь. Но страх за бездомыши, котят, щенят, особенно если нет подвалов, где можно спрятаться в городе. Помогайте люди с животным, сейчас их очень много. Дачный сезон заканчивается, уже появились собачки, котики. У волонтеров всегда стоят возле двора еда, вода. Все съедается. Те, что ходят несколько лет, уже знают расписание, кормежки даже. Понимаем, время сейчас нелегкое, не только у нас на Донбассе. Но им без нас людей не выжить. Всем мира и добра берегите себя и ваших близких. Волонтер своих кормит целую ораву. И происходящее им не объяснишь. Здоровья ей, волонтеру и душевных сил.